так итак начинаем тестировать шевроле тахо данный автомобиль у нас 2013 года 2 280 до стоит на 2 280 цена единая да то есть сборка калининград нас конечно сборка калининград здесь из-за того что в принципе там просто колеса то есть весь кузов двигатель вся ходовка собирается в америке она приходит калининград и там как бы накидывает колеса все поэтому с одной стороны у нас вроде как калининградская сборка с другой стороны полноценно американская третье да я подойду к машине машина почти с меня ростом что мне нравится мало машин бывает которые как будут выше меня но по размеру она действительно огромная сегодня конечно не будет очень приятно не поездить я первый раз любился в тахо когда я ездил на предыдущем кузове да вот туда это вот классическая скромированный полоска раздвоенными фарами не поразила тогда энергоемкость подвески от совокупность вот энергоемкости подвески внедорожные характеристики поведения на асфальте да по трассе очень удобно в принципе сегодня естественно проедемся на ней замерим динамику ну по легком бездорожье пусть все таки машина новая да и пока не так как у нас очень сухо летом сложно найти там серьезную грязь вот что на что найдем то попробуем естественно по трассе и в конце мы сделаем выводы вот данный автомобиль 2 280 стоит в америке смотрел на официальный сайт chevrolet цена на этот автомобиль начинается с 42 тысяч долларов вот если ну по сегодняшнюю курсу это где-то миллион триста грубо говоря да здесь в принципе она на миллион дороже но в америке это действительно культовый автомобиль на них ездит там все в там фбай охрана президента но там они на субурбанах ездят на более длинных таких на этой же платформе но более длинный автомобиль и там домохозяйки даже достаточно популярная платформа в америке там как пикапы на ней делаются там есть более там старший брат ценовой категории скалейт то ли с более мощным мотором но лишён вот этих всяких раздаток вот поэтому мне вот честно вот если посмотреть почему мне нравится эта машина во первых цена-качество это номер один я могу всегда видеть что вот chevrolet taho мой любимый полноценный рамный внедорожник потому что если даже сравнивать с другими автомобилями да такими ну серьезные кто у нас там лонд-крузер геленваген во первых он самый большой из них он шире выше длиннее и у них у него самый большой дорожный просвет то есть 231 миллиметр больше вот из этих а у нас у вас патриот по моему даже больше то есть он короче но он шире и выше да да и он дешевле вот у нас секрет российского внедорожника в россии максимально большой автомобиль за меньшие деньги но taho если брать комфорт цена возможности на бездорожье да то есть это оптимальный вариант внешне машину смотрится очень шикарно так достаточно вот то что нужно для россии так красиво брутально да не слишком ну вот черный цвет chrome обязательно да то есть здесь принципе есть весь набор чтобы быть престижным дороге россии плюс она вот самая большая именно с точки зрения вот массы да но кстати если говорить сравнивать с ландкрузером опять из геленвагена машина легче их сама по себе но больше да вот под капотом данного давайте в принципе я вам лучше покажу машина настолько большая что если бы я поставил штатив чтобы я ходил в кадрах двигателя бы не было видно даже посмотрите даже как бы у нас v-образная восьмерка это классический вартак с функцией отключения половины цилиндров да для экономии топлива кажется здесь даже маленьким да сюда вполне можно было засунуть в 12 вообще американцы не тупят особо с моторами у них есть один вариант решения ну там для американского рынка да то есть это в 8 и дизель какой-нибудь дурамакс 6 литровый все никаких там двухлитровых дорожники с турбонаддувами они не ставят вот поэтому здесь под капотом все элементарно просто никаких нововведений никаких наддувов то все элементарно ну смотрите здесь можно мне кажется тоже вот обслуживающий персонал мне кажется может сюда просто вот в полный рост встать и там заниматься дальше своим делом потому что места очень много машины сзади у нас все в принципе достаточно просто мозг смотрите какой огромный за стабилизатор да чтоб машина в принципе себя чувствовала полноценно на на трассе на дороге мощные стойки стабилизатора пружины ну в принципе здесь все понятно достаточно надежная конструкция классическая американская так при открывании двери у нас открываются такие пороги то есть они выдерживают вес ну сколько килограмм 150 нам точно выдерживают да просто мы встаем здесь легко когда мы садимся машину например мы сели вот они через какой-то вот все закрываются это ltz комплектация то есть максимальная по-моему в базе их нету да то есть это когда дополнительный уровень вот тогда если в салон посмотрим я поднимаюсь в салон то есть по ступеньке именно вот даже она мне здесь нужна чтобы сюда сесть для удобства конечно да но что могу сказать ну по моему в более большом автомобиле я никогда не сидел ну вот по крайней мере в этом году точно ну да сложно вспомнить место очень много то есть у нас грубо говоря электрорегулировки здесь механические регулировка руля то есть она по наклону на себя она регулируется у нас да да баранка только регулируется по углу наклона вот а сиденье мы можем регулировать под себя то есть да любой человек любого роста здесь сядет удобно комфортно то есть как в полу лежачем состоянии даже вот так можно ехать здесь спокойно по трассе вот тысячи две тысячи километров спокойно проедешь достаточно очень комфортно расслабляющая такая посадка знаете педали тоже регулируется а педальный узел тоже даже отдельно вот это в принципе да для того чтобы принципе там в америке разные люди им женщины маленькие на них ездят в принципе у нас редкость на таких машинах чтоб девушки ездили так давайте сам за собой сяду опять поднимаюсь сажусь ну что естественно здесь я помещаюсь а как иначе при таких размерах места достаточно много есть не чувствуется что принципе рано но хотя немножко есть ощущение здесь здесь над головой такая у нас грубо говоря вы штамповка в крыше мы будут даже высокие очень сильно высокие люди не будут упираться головой а так в принципе очень длинная подушка нижнее сидение то есть по трассе тоже был бы замечать на таком автомобиле передвигаться здесь у нас ящички стаканники раздельный климат-контроль надо это отметить удобно удобно а здесь а здесь даже дивизи у нас есть смотрите-ка с ума сойти итак открываем ее достаточно просто то есть она сама открывается и и большой огромный багажник здесь у нас так третий ряд сидений естественно третий ряд сидений вот так он складывается в принципе и 2 и то же самое если мы хотим например вытащить то есть они вот так вот целиком у нас багажник освобождается так места очень много комфортно сидеть целиком даже что можно поместиться вот здесь у нас такой навес от дождя получается вместо здесь огромная тачка да ну тут естественно подстаканники запаску на снизу там снизу на да но машина конечно все случаи жизни даже можно жить не наверное и закрываем естественно вот так вот что хотел бы отметить что вот на безорожье вот эта юбочка будет нам мешаться поэтому она стоит на на болтах на зиму я бы ее снял и так по салону значит хотел сказать что здесь ключ как на шевролес парк понимаете да то есть но можно было кнопочку конечно старт этот сделать завода ключ как-то не очень не так над гоупро снять гоупро я снял но здесь достаточно все просто так что у нас здесь она сейчас пищит пристегнемся вот здесь у нас тахометр спидометр да удивительно да температура двигаться всегда 100 градусов я вот так удивлен немножко ну естественно давление масла уровень топливного бака здесь у нас есть бортовой компьютер естественно чтобы вот здесь мы меняем положение то есть спидометр таймер этот таймер тесно ничего по кольцу ездить чтобы на ней вот нам дометр поездка так давайте попробуем сбросить а нет сейчас вот мы сбросим да расход топлива ну вот принципе достаточно просто естественно он не это не считается примерно дорожником но за 2 миллиона то есть такой дубоватый пластик но это он не скрипущий простой вот здесь кожаные статки но так нельзя назвать пластик конечно и дешевым и дорогим но ощущение дешевизны вот здесь вот чуть присутствует то есть есть это руль тоже обтянут кожей да такой ну руль я бы перейти мог чуть потолще было дело но это уже на усмотрение естественно владельца но за такую цену здесь у нас смотрите 4 стеклоподъемника блокировка центральный замок подогрев зеркал естественно с у нас так и складываются далее у нас вентиляция сидений есть подогрев сидений да и с двух сторон не так же да то есть у нас несколько режимов есть вот далее значит пара туманки так это у нас значит яркость спидом яркость приборной панели про значит трансмиссию у нас есть постоянный полный привод ой постоянно задний привод с блокировкой заднего дифференциала то есть там он блокируется принципе можно боком на ней хорошо ехать так как есть блокировка да авто если мы переводим значит все а у нас при пробуксовке у нас подключается передок да то есть автоматически здесь четыре повышенное то нас постоянный значит полный привод без каких-либо там отключений и 4 пониженная 4 пониженная то у нас самый такой максимальный режим получается да то есть на постоянный полный привод плюс пониженная передача то есть машина в принципе можно быть полноценным внедорожником по возможности трансмиссии вот в принципе сидеть достаточно удобно я уже об этом говорил но здесь есть все что нужно вот настоящему там автомобильному не того ну конечно не полноценный цветовой дисплей сенсорной но тем не менее климат раздельный у нас да тут все в принципе понятно так это у нас передвигает передвижение педального узла так включение датчиков парковки включая система стабилизации и это что за кнопочка что-то это отключение порогов отключение выдвижения порогов удобно стать функции иногда потому что они жрут аккумуляторка машина долго стоит мы там например да 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 даже это отключение да удобная функция только сейчас об этом догадался вот эти подстраканники пепельницы всякие ну понимаете да то есть не премиум вот это здесь огромный просто ящик такой туда чудо нельзя положить то есть и розетки естественно юсб входа вот ну машина конечно поражает и огромный бардачок но бардачок не такой огромный как целиком все весь автомобиль люк естественно сдвижной селектор как бы это классическая американская кочерга вот то есть здесь у нас есть ручной режим переключение передач вот сейчас она стоит в паркинге на данный момент автомобиль прекрасно то есть мы тянем на себя и сдвигаем вот здесь по селектору у нас видно р это задний задняя скорость то есть у нас включается камера заднего вида в зеркале вот нейтралка это понятно нейтралка и д все в принципе понятно и м это ручной режим вот поэтому достаточно вот элементарно вот любой может на ней научиться ездить и привыкнуть быстро не думать что скачать кочерги как-то долго привыкать здесь режим есть все перевозки прицепов то есть боку нажимаем у нас загорается трансмиссия переходит в режим тяги то есть тянуть она может огромные вещи не знаю сколько это но СРТ может 6 тонн тянуть по салону так итак садимся в машину по шуму чувствуем что у нас да все а что такое динамическая стабилизация прицепа все так отпускаем газ ой то есть тормоз тишина в машине конечно непонятно того что двигатель работает нам надо съехать аккуратненько чувствуем педаль газа сначала аккуратненько с ней поигрываем чувствую этот в 8 как он отзывается на на педаль газа и плавненько выезжаем так как нам распроизвали зеркала да господи и такие два две такие двери зеркала им по бокам распахнулись да вот это вот это вот эта квартира конечно на колесах о боже мой какая она здоровая тут даже по сравнению с СРТ м в СРТ просто малыш по сравнению с ней какое ощущение что дорога вот идет как в старых компьютерных играх мы сидим на месте а вокруг нас дорога движется да насколько она большая и вот я вот сейчас сижу я знаете вот как развалился в американцев у американских машин не в СРТ конечно вот у классических американских у настоящих шевроле вот у них ощущение вот ты сидишь ты как-то вот разваливаешься у тебя не классическая посадка то есть стандартного водителя в машине то есть ну ты вот выставляешь руки вот там чтоб тебе было удобно а ты как-то вот сидишь вот так вот в полулежачем состоянии и ощущение от управления вот в данный момент вот ну как будто не на машине вот на каком-то ну нельзя тягаче там каком-то корабле да но в автомобиле вот делать все чтоб максимум на данный момент отделить тебя от каких-то дорожных проблем неудобств шума неровностей дороги да все участники движения в том числе и газолисты остаются где-то снизу да вот но обзорность ну просто же волга просто кажется каким-то смешным автомобилем да он газолист снизу это даже кстати не газель было а сзади скалет едет кстати со платформенник данного автомобиля как мне нравится сейчас опять говорят что я перехваливаю какие-то конкретные автомобили но согласитесь вот ощущение за рулем просто вот вы конечно это не чувствуете но визуально видно да насколько мы выше над другими участниками дорожного движения на дискомнату камаз просто ну можно с учетом обогнуть да чтоб он дорогу уступил да уже как только чувствуешь себя в одной весовой категории все-таки надо учесть что здесь рама да обычно классические внедорожники равные они нам так вот пропускать камаз пропускать вот обычно равные внедорожники классические да такие как там правда диска вере не могут похвастаться как бы большим просторным салону то что все-таки рамы съедать так как эта машина очень огромная да то есть принципе она рамы по салону не чувствуем здесь вот я ездил на предыдущем поколении даха там все-таки место немного поменьше но здесь это просто мне кажется я сейчас могу встать в полный рост и пройти на заднее сидение но я то не точно но у меня есть друг который может сейчас встать в полный рост и туда пройти это точно так вот но поразительное конечно чувство и мало того здесь у нас есть так здесь же есть система отключения четыре половины цилиндра до потрата такая как в срт то есть при подбросе газа если мы едем например в часу я немного отпускаю у нас отключается половина цилиндров на время то есть если мы опять жмем газ сильно нет подключается таким сейчас у нас уже расход со 100 литров упал до 300 до 32 литров а здесь сейчас заправлена 92 бензин да то есть она из 92 бензин как впрочем и в сша вот неровность где мы часто проверяем сейчас мы обязательно попросим но вообще нет желания на них втапливать ну то есть ускоряться не втапливать втапливать это как-то по гоповски кучи да да по гоповски а вот но все-таки ускоряться вот ну уже 28 за 100 литров вот мы едем обратите внимание на тахометр в городе то есть у нас оборота не по мне превышает тысячи пол полутора тысяч понимаете суть американских 8 в том что вот мы сейчас вот едем по городу вроде бы кажется в 8 должен жрать но так как мы усилен не крутим коробка настроена тут настолько экономично и крутящий момент много что нам позволяет вот он эту махину двигать в пределах полутора тысяч оборотов по такому городу прекрасно и двигаемся на камере да это почувствую такую расслабленность очень да машина очень сильно расслабляет я конечно даже знаете вот у меня когда есть на машине хочется проверить как она ускоряется да как она тормозит как она ходит в вороту но вообще ничего не надо то есть вот стареть нужно да только на таха то есть у тебя даже будешь садишься такой весь молодой там те интересуют гонки ускорение прохождение бортом боком но здесь как-то все второстепенно вот на каждой ну смотрите да я сейчас поднажал машину стоялся но двух тысяч оборотов не превышает ну да я конечно может быть чересчур эмоционален но ощущение поразительное очень высоко я не знаю как будто ведут на самом на тягачи ну на самом деле в америке даже если посмотреть там есть грузовые как бы соплатформники данного автомобиля ну то есть рост рынка семерада да они используются как и тягачи как грузовики там с полноценной грузовой платформы поэтому эта рама достаточно крепкая то есть она держит грузу ну там возможно немножко измененная но господи я так медленно в поворот не входил я не знаю на самом деле я даже тут навыки втапливал который нет вообще здесь у нас вроде 326 здесь 25 до 25 лошадей так у нас расход уже до 20 снизился и опять же уже 100 километров в час ну так спокойно это кошмар я сейчас посмотрел на спидометр 100 километров в час у нас скорая ну сказать что скоро здесь не чувствуется это вообще ничего не сказать вот 100 километров в час сказал бы я даже не понял что 100 километров в час едем я сейчас как будто я даже на педаль лежу реально ощущение вообще поразительное на ней не чувствуешь скорость вообще серьезно стойка на час у нас едем я одним пальцем держу руль надо посмотреть узнать сколько она весит мне кажется нехило так она весит три с половиной почти сейчас мы едем кстати для справки то есть у нас только задний привод ну и здесь наличие блокировки за них посмотрите ну опять 100 километров в час опять ну просто незаметно обычно уже на сотке у c-класса появляется завихрение то есть мы чувствуем завихрение в лобовике да мы чувствуем шумарок но здесь этого нет знаете как ну это даже я я подумал что даже спидометр врет морэкс лужик тоже у нас значит вот 98 метров в час поразительно эта машина реально для для трасс вот там далеко куда-то поехать ну я просто в шоке если честно я не знал что можно так не чувствовать скорость на автомобиле ну расход 18,7 падает да к слову о пожирании бензином да нашим американским дорогам и кстати мы очень хорошо рулем я чувствую как будто я перестраиваюсь рулем то есть я руль не перехватываю ну кто-то скажет что это неправильно но так как у меня как бы я машину уже отлично чувствую я буквально делаю двумя пальцами движение вверх вниз и я полностью чувствую роль поэтому машина чувствуется очень хорошо благодаря тому что у нас есть такие небольшие выштамповки на капоте и мы видим полностью капот целиком да то есть у нас нет таких мертвых необозримых зон для капота то есть мы видим абсолютно все да я сейчас занят попозже позвоню так продолжаем ехать вот здесь мы все испытываем на нашу вибро вибробезопасность вибро вибро защищенность подвески у нас появляется рыб в 8 он отлично справляется у нас такая локомотивная тяга появляется я федаль не втапливаю очень приятно очень приятно и на бездорожье у нас как бы вот это вот ощущение нет зажатости подвески как например на том же самом туареги да то есть у нас в принципе машина мы чувствуем себя везде хорошо то есть мы чувствуем наша машина ходит колесо повторяет повторяет профиль дороги если бы она стоила там грубо говоря 3200 да ну можно было бы что-то там ей предъявить там сравнивать с ландкрузером да то есть хотя сложно сказать там если мы сейчас будем цена качество говорить что лучше мне кажется безусловное преимущество данного автомобиля но вот я бы еще конечно сделано все для комфорта ну вот реально то есть мне очень это нравится даже камера заднего вида ну конечно за 2200 в принципе должна она была быть в принципе да все видно непривычно немножко смотреть обычно у нас вот здесь загорается я приезжаю там нормально у нас там бутылка блокировка особо значит ну вот когда вот мы газовали сейчас вот побед по поднимаясь в склон 23 увеличился у нас расход особо интересные внедорожные испытания естественно вот здесь таких серьезных препятствий мы не нашли а надо естественно ставить интересные вещи на зиму когда у нас будет снег проверить там на что способен данный автомобиль думаю там сравнительно это драйв с крузом с ландкрузером можно сделать но машина конечно огромное внушает такое ощущение вот безопасности какого-то вот как повелитель таких вот дорогах самая большая машина да так приятно очень ехать на ней но чувствуется когда мы все-таки едем по такому бездорожью что все равно настройки у нас шоссе город да то есть она заточена именно под это и тут чувствуется такая крупная неровность все-таки попадает но это не критично абсолютно это прям на уровне качества резины если поменять чуть резину например поставить какую-нибудь там ну грозевую резину чуть спустить давление то это все пропадет то есть стыки стыки мы чувствуем кузовом это вот если как-то слишком придираться к автомобилю ну так конечно вот подлокотник и опять же прям хочется управлять одной рукой данным автомобилем вот я понимаю людей которые вот покупают американскую машину и вот влюбляются в них вот знакомые вот если ты поездил на таком тут там пикапы разные там они какие-то там дурамаксы шестилитровые какие-то там не знаю там рапторы потом то есть человек который сел вот привык комфорту американских автомобилей он как бы с них больше не слезает потому что цена-качество это действительно хороший уровень комфорта вот стоит механика нет а он аж как-то должен отображаться а там где стоит на Д на Д ну что просто самолет едет не переключается ну а я может и в пол добавлю вот газ в пол но надо упора выкручивать в овоси автомат достаточно нельзя кстати назвать его тупым очень хорошо понимает того что хочет водитель то есть если он вдавливает педаль она докручивает в 8 нет смысла там на пониженную кидать так как у нас достаточно много момента он просто выкручивает его целиком и все и поэтому без задержки получается очень быстрое ускорение Слушай ну КамАЗ вот видит ну вот ощущение что плюс-минус одинаковая машина да здоровая тачка да очень большая вот ну наверно плохо да с продажами у нас пока вот этих машин не понимают люди они же только тут нет почему спрашивают очень много они только пришли я считаю вот а понятно да не было просто не было ну все равно мне кажется там машин дай бог одну-две продать в месяц да ну заказа уже три заказа есть а три заказа за две недели ну неплохо ну давайте ради интереса померим динамику просто так вот у нас поставим в Д в задний просто вот ради интереса это не та машина конечно на которую стоит гонять но мы все таки попробуем ускориться так все правильно такая мощь чувствуется ну 9,4 ну плюс заявлено у нас 9,0 0,4 можно у нас на наш бензин 9,4 неплохо ну на такой фигни да это диспидометр достаточно так показывает плюс-минус я думаю она не уложится я думаю секунд десять поедет действительно 9,4 едет свои заявленные по-моему там 9,2 заявленные характеристики если я не ошибаюсь 9 раз чем-то там ну молодцом таха держат динамические свои показатели 16,7 16,7 квотер это прям вот ребята я могу сказать это хорошо это даже для C класса хорошего 16,7 это хорошо ну это естественно быстрее сток приора да любой там приор едет нас 18 секунд какой маленький радиус разворота смотри почти поместились или поместились поместились проходит она все прошло сдуреть ну мне нравится конечно мне нравится приехали покатались отгонялись ну машина мне понравилась да раньше я думал что идеальная покупка ну она чуть дороже двух да 2 200 а там скидки акции какие-нибудь там будут вот ну сколько там мне скинуть можно ну грубо говоря 2 100 там можно ну вот в общем в пределах двух я раньше думал что Touareg но сейчас я как бы задумался да потому что за такую машину 2 миллиона в Америке она еще дешевле стоит да грубо говоря на миллион дешевле ну в среднем там цены начинаются в Америке кстати есть заднеприводная версия этого автомобиля она чуть пониже милиционеры на них ездят потому что в принципе кого то надо там подрезать столкнуть с дороги у них это прям у этой машины это хорошо получится да там в принципе конкурентов мало по размеру данного автомобиля есть у нас субурбан ну там и хаммерон и побольше конечно ну ааа все таки я сейчас думаю Туарек или Тах вот сложно сказать разных принципиально автомобилей Ну, вот мне нравится комфорт, конечно, у автомобиля и размера Это вот, когда ты садишься в Туарег У тебя там сразу, там, ну, он не дарит тебе новых ощущений, да Это как FX, там, как RX, то есть, ну, в принципе, даже, да Как ML, что-то А здесь что-то другое, да Что-то другое такое, как-то, какое-то доброе, такое большое, размеренное, да Это приятно, вот, на каждый день И машина еще безопасна, да Вот одно дело, например, 5 звезд по безопасности, например, у этого автомобиля И взять, например, какой-нибудь пятизвездочный хэтчбэк, там, да, С-класса Естественно, у нас же в России обычно редко в стены вреждаются У нас обычно ДТП происходит, ну, грубо говоря, с другой деформированной стороной, да Обычно это лоп-лоп И поэтому, если, например, лоп-лоп столкнуться на скорости 60 км в час Пятизвездочный вот этот вот внедорожник и пятизвездочный хэтчбэк Это не значит, что они одинаково отработают удар Естественно, повреждений будет меньше у этого И не позавидуют тому, с кем столкнется вот эта вот фигня, да То есть, я думаю, что на наших дорогах это один из самых безопасных автомобилей С точки зрения вот столкновений Или если есть ВАЗ кто-то, да, все-таки рамы огромный размер делают свое И, в принципе, цена, да Цена даже для нашего рынка, для конкурентов, она невысокая Два миллиона, это цена, там, Эксплорера, Хайлендера Что там на Стуарек в минималке, да, тоже попадает Прада у нас в два, да, но Прада будет таким пустоватым То есть, там будет дизельный двигатель Здесь преимущество то, что у вас, в принципе, сразу максимальный двигатель В базовой комплектации, да, мощный очень И достаточно экономичный, как мы сейчас поняли Но у нас до 23, 7, 8, сколько там? Ну, 28, но это мы бы гоняли, понимаете? На любой машине Если на СРТ топить очень сильно, можно и до 40 довести Но вот здесь 17-18 литров, спокойно, по городу, круиз-контроль По трассе машина мне понравилась По бездорожью неоспоримым преимуществом будут являться Перед такими конкурентами, как Land Cruiser Грубо говоря, здесь, кстати, блокировка есть У Land Cruiser, по-моему, в базе нет блокировки Перед Геленвагеном это, во-первых, высокая посадка, да То есть, самый высокий клиренс с конкурентом И даже больше, чем у Патриота, кстати, здесь И мощный двигатель, уже в базе, да Она очень хорошо поднимается в горки, тянет То есть, ну, это мы сравним Это мы сравним Toyota Land Cruiser у нас есть, Patriot есть А вот Геленваген, если будет, было бы замечательно В общем, мне машина понравилась Я, если честно, задумывался, вот, все-таки Туарег Или вот в этой ценовой категории, что бы я отметил Машина разная, но вот по настроению Вот Ну, все, динамику она показала достойно 9,4, ну, там, 4,10 Чуть погрешность есть, но в 9 секунд Она свои паспортные уложилась Все, всем спасибо за внимание Следующее видео я планирую выложить Кстати, опять про внедорожник Про Patriot, как мы участвовали в гонках на нем, да Вот, все, всем спасибо за внимание Подписывайтесь До встречи Так, итак, начинаем, значит, тестировать Chevrolet Tahoe Данный автомобиль у нас 2013 года 2,280, да, стоит она 2,280, цена единая, да, то есть Сборка Калининград Ну, надо сказать, что сборка Калининград здесь из-за того, что, в принципе, там просто колеса То есть Весь кузов, двигатель, вся ходовка собирается в Америке Она приходит в Калининград И там, как бы, накидывают колеса Все, в принципе Поэтому, с одной стороны, у нас вроде бы, как калининградская сборка А с другой стороны, полноценно Американская Смотрите, да, я подойду к машине Машина почти с меня ростом Смотрите Вот, что мне нравится в ней Мало машин бывает, которые, как бы, вот, выше меня Но по размеру она действительно огромная Сегодня, конечно, мне будет очень приятно на ней поездить Я первый раз любился в Tahoe, когда я ездил на предыдущем кузове, да Вот, да, это вот, классическая скромированная полоска с двойными фарами Мне поразила вот тогда энергоемкость подвески И вот, совокупность вот энергоемкости подвески Внедорожных характеристик и поведение на асфальте, да Вот, по трассе очень удобно на них ездить А, в принципе Сегодня, естественно, мы проедемся на ней Замерим динамику Ну, по легкому бездорожью, потому что все-таки машина новая, да И пока, так как у нас очень сухо летно Сложно найти там серьезную грязь Вот, что найдем, то попробуем Естественно, по трассе И в конце мы сделаем выводы Вот данный автомобиль 2280 стоит в Америке Посмотрел на официальный сайт Chevrolet Цена на этот автомобиль начинается с 42 тысяч долларов Вот, если, ну, по сегодняшнему курсу Это где-то миллион триста, грубо говоря, да Здесь, в принципе, она на миллион дороже Но в Америке это действительно культовый автомобиль На них ездят там все Там FBI, охрана президента Ну, там они на субурбанах ездят На более длинных таких же На этой же платформе, но более длинный автомобиль И там домохозяйки даже, да Достаточно популярная платформа в Америке Там как пикапы на ней делаются Там есть более, там, старший брат В ценовой категории Scalade То ли с более мощным мотором Но лишен вот этих всяких раздаток Вот, поэтому Мне, вот честно, вот если посмотреть Почему мне нравится эта машина Во-первых, цена-качество, это номер один Я могу всегда говорить, что вот Chevrolet Tahoe Мой любимый полноценный рамный внедорожник Потому что, если даже сравнивать с другими автомобилями Да, такими, ну, серьезные, кто у нас там Land Cruiser, Геленваген Во-первых, он самый большой из них Он шире, выше, длиннее И у них, у него самый большой дорожный просвет То есть 231 миллиметр Больше вот из этих А, у нас, у вас Patriot, по-моему, даже больше То есть он короче, но он шире и выше, да Да, и он дешевле Вот у нас секрет российского внедорожника в России Максимально большой автомобиль за меньшие деньги Но Tahoe, если брать комфорт, цена, возможности на бездорожье Да, то есть это оптимальный вариант Внешняя машина смотрится очень шикарно Так, достаточно вот то, что нужно для России Так, красиво, брутально, да Не слишком, ну, вот, черный цвет Хром обязательно, да То есть здесь, в принципе, есть весь набор, чтобы быть престижным в дороге России Плюс она вот самая большая именно с точки зрения вот массы, да Но, кстати, если говорить Сравнивать с Land Cruiser, опять, и с Геленвагеном Машина легче их Сама по себе Но больше, да Вот А под капотом данного Давайте, в принципе, я вам лучше покажу Машина настолько большая, что если бы я поставил штатив, чтобы я ходил в кадр Двигателя бы не было видно Даже, посмотрите, даже как бы у нас V-образная восьмерка Это классический Vartec С функцией отключения половины цилиндров, да Для экономии топлива Кажется здесь даже маленьким, да Сюда вполне можно было засунуть V12 Вообще, американцы не тупят особо с моторами У них есть один вариант решения Ну, там, для американского рынка, да То есть, это V8 И дизель какой-нибудь, Дурамакс 6-литровый Все Никаких там 2-литровых Однодорожники с турбонадулами Видите ли, они не ставят Вот, поэтому здесь под капотом Все элементарно просто Никаких нововведений, никаких надулов То есть, все элементарно Ну, смотрите, здесь можно, мне кажется, тоже Вот Обслуживающий персонал, мне кажется, может сюда просто Вот в полный рост встать и там заниматься дальше своим делом Потому что места очень много в машине Сзади у нас все, в принципе, достаточно просто Моз А смотрите, какой огромный стабилизатор, да Чтобы машина, в принципе, себя чувствовала полноценно На трассе, на дороге Мощные стойки стабилизатора Пружины Ну, в принципе, здесь все понятно Достаточно надежная конструкция Классическая, американская Так, при открывании двери у нас Открываются такие пороги То есть, они выдерживают вес Ну, сколько? Кг 150, наверное, точно выдерживают, да? Просто мы встаем здесь Легко Когда мы садимся в машину Например, мы сели Вот, они через какой-то, вот, все закрываются Это LTZ комплектация, то есть, максимальная По-моему, в базе их нету, да? То есть, это как дополнительный уровень Вот тогда, если в салон посмотрим Я поднимаюсь в салон То есть, по ступеньке именно Вот, даже она мне здесь нужна, чтобы сюда сесть Для удобства, конечно, да? Но Что могу сказать? Ну, по-моему, в более большом автомобиле Я никогда не сидел Ну, по крайней мере, в этом году точно Ну, да, сложно вспомнить Места очень много То есть, у нас, грубо говоря, электрорегулировки Здесь механические Регулировка руля То есть, она по наклону На себя она регулируется? А? Да, у нас Да, да, баранка только регулируется по углу наклона Вот А сиденье мы можем регулировать под себя То есть, да? Любой человек любого роста здесь Сядет удобно, комфортно То есть, как в полулежачем состоянии даже Вот так можно ехать здесь спокойно По трассе вот Тысячи, две тысячи километров Спокойно проедешь Достаточно, очень комфортно Расслабляющая такая посадка, знаете? Педали тоже регулируются А, педальный узел тоже даже отдельно, да? Ну, вот Это, в принципе, да Для того, чтобы, в принципе, там же в Америке разные люди И женщины маленькие на них ездят, в принципе У нас редкость на таких машинах, чтобы девушки ездили Так, давайте сам за собой сяду Опять поднимаюсь Сажусь Ну что? Естественно, здесь я помещаюсь А как иначе при таких размерах Места достаточно много есть Не чувствуется, что, в принципе, рано Ну, хотя немножко есть ощущение Здесь, здесь над головой Такая у нас, грубо говоря, выштамповка в крыше Даже высокие, очень сильно высокие люди Не будут упираться головой А так, в принципе, очень длинная подушка Нижнее сидение То есть по трассе тоже было бы замечательно На таком автомобиле передвигаться Здесь у нас ящички Стаканники Раздельный климат-контроль Надо это отметить Удобно Удобно А, здесь А, здесь даже DVD у нас есть Смотрите-ка, с ума сойти Итак, открываем ее Достаточно просто То есть она сама открывается И большой, огромный багажник Здесь у нас Так, третий ряд сидений, естественно Так Вот, третий ряд сидений Вот, так он складывается В принципе, и вторая то же самое Подвигаем И если мы хотим, например, вытащить То есть они вот так вот остаются Целиком у нас багажник освобождается Так, места очень много Комфортно сидеть Целиком даже там можно поместиться Вот здесь у нас такой навес от дождя получается У меня здесь огромная тачка Да, ну тут, естественно, подстаканники Запаска у нас снизу Там снизу она Да, ну машина, конечно, на все случаи жизни Даже можно жить в ней, наверное И закрываем Естественно, вот так вот Еще хотел бы отметить, что вот на безорожье Вот эта юбочка будет нам мешаться Поэтому она состоит на болтах На зиму я бы ее снял Чтоб не мешалось Итак По салону, значит Хотел сказать, что здесь ключ как на Chevrolet Spark Понимаете, да? То есть Ну, можно было кнопочку, конечно, старт сделать Сделать заводу Ключ уж как-то не очень Так, надо GoPro снять GoPro я снял Ну, здесь достаточно все просто Так, что у нас здесь? Здесь она сейчас пищит Давай-ка пристегнемся Вот Здесь у нас стахометр, спидометр, да? Удивительно, да? Температура двигается всегда в 100 градусов Я вот так удивлен немножко Ну, естественно, давление масла Уровень топливного бака Здесь у нас есть бортовой компьютер, естественно Чтобы вот здесь мы меняем положение То есть Спидометр, таймер Это таймер, тесно, ничего По кольцу ездит, что ли, на ней? Вот Вот Одометр Поездка Так, давайте попробуем сбросить А, нет, сейчас вот мы сбросим Да Расход топлива Ну вот, в принципе, достаточно просто Естественно, это не считается примерно внедорожником Но за 2 миллиона, то есть Такой-то дубоватый пластик Ну, это Он не скрипучий Простой Вот здесь кожаная вставка Но так нельзя назвать пластик, конечно И дешевым, и дорогим Но ощущение дешевизны Вот здесь вот чуть присутствует Да, то есть Есть это Руль тоже обтянут кожей Да, такой Ну, руль я бы перетянул Чуть-то потолще было Делал Но это уже на усмотрение, естественно, владельца Но за такую цену Здесь у нас, смотрите 4 стеклоподъемника Блокировка Центральный замок Подогрев зеркал, естественно У нас Так они складываются Далее у нас Вентиляция сидений есть Подогрев сидений, да И с двухсторонней Так же, да То есть у нас Несколько режимов есть Вот Далее, значит Фара Туманки Так Это у нас, значит Яркость Яркость приборной панели Про, значит, трансмиссию У нас есть постоянный полный привод Ой, постоянно задний привод С блокировкой заднего дифференциала То есть там он блокируется В принципе, можно боком на ней хорошо ехать Так как есть блокировка, да Авто, если мы переводим, значит, все У нас При пробуксовке у нас Подключается передок Да, то есть автоматически Здесь 4 повышенная Это у нас постоянный, значит Полный привод Без каких-либо там Отключений И 4 пониженная 4 пониженная Это у нас самый такой Максимальный режим получается Да, то есть Постоянный полный привод Плюс пониженная передача То есть машина, в принципе Можно взять полноценным Ненарожником По возможности трансмиссии Вот В принципе Сидеть достаточно удобно Я уже об этом говорил Но здесь есть все Что нужно Настоящему автомобилю Магнитола Ну, в кадре она мигает Ну, конечно, неполноценный Цветовый дисплей сенсорный Но, тем не менее Климат Раздельный у нас, да Тут все, в принципе, понятно Так, это у нас Передвигает Передвижение педального узла Вот здесь вот Если вам будет видно Так, отключение датчиков парковки Отключение системы стабилизации И... Вот это что за кнопочка Что-то... А, это отключение порогов Отключение выдвижения порогов Да, конечно Удобная, кстати, функция Иногда, потому что они жрут аккумулятор А машина долго стоит Мы там, например Или без дорожек Да, да, да Это отключение Да, удобная функция Только сейчас об этом догадался Вот эти подстаканники Пепельницы Всякие... Ну, понимаете, да То есть не премиум Вот это здесь Огромный просто ящик Такой, туда чудок нельзя положить То есть и розетки, естественно USB входа Вот Ну, машина, конечно Поражается размерами И огромный бардачок Ну, бардачок не такой огромный Как целиком весь автомобиль Люк, естественно, сдвижной Вот Сектор Как бы это классическая Американская кочерга Вот То есть Здесь у нас есть Ручной режим Переключения передач Вот Сейчас она стоит у нас Вот в паркинге На данный момент автомобиль Прекрасно То есть мы тянем на себя И сдвигаем Вот здесь по селектору У нас видно R Это задняя скорость То есть у нас включается Камера заднего вида В зеркале Вот Нейтралка Это, понятно, нейтралка И Д Все, в принципе, понятно И М Это Ручной режим Вот Поэтому Достаточно Вот элементарно Вот Любой может на ней научиться Ездить и привыкнуть быстро Не думать, что с кочерги Как-то долго привыкать Здесь режим Есть Перевозки прицепов То есть Боку нажимаем У нас загорается Трансмиссия Переходит в режим Тяги То есть Тянуть она может Огромные вещи Не знаю, сколько это Но СРТ Может 6 тонн тянуть По салону Так Итак, садимся В машину По шуму чувствуем, что у нас Да? Все А что такое Динамическая стабилизация прицепа А, все Так Отпускаем Газ Ой, то есть Тормоз Тишина в машине Конечно, да? Непонятно даже Что двигатель работает Нам надо съехать Аккуратненько Чувствуем Чувствуем педаль газа Сначала Аккуратненько С ней поигрываем Чувствуем Вот этот В8 Как он отзывается На На педаль Газа И плавненько Выезжаем Так, как нам расстроить зеркала Да О, господи И такие два Две такие двери Зеркала Им по бокам Распахнулись Да Вот это Вот это Квартира Конечно На колесах О, боже мой Какая она здоровая Тут даже по сравнению С СРТ СРТ просто малыш По сравнению с ней Какое Ощущение, что дорога Вот идет Как в старых компьютерных играх Мы сидим на месте А вокруг нас дорога движется Да? Ну Носок она большая Да, она вообще Такая немаленькая И вот я вот сейчас сижу Я, знаете, вот как Развалился у американцев У американских машин Не в СРТ, конечно Вот у классических Американских У настоящих Шевроле Вот у них ощущение Вот ты сидишь Ты как-то вот разваливаешь Что у тебя не классическая Посадка То есть Стал